ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мы потеряли контроль. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Играет музыка Доступно тактическое развертывание 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 Солидару подключать Солидару подключать Солидару подключать Сложили их маяк Солидару подключать 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 Девушки отдыхают 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 такое решение хотя с точки зрения опять же нахождение на этом острове там нет никаких укреплений и навряд ли действительно такое решение будет при не я это готовности к работе командный бой У нас преимущество. У нас преимущество. Противник вызвал ППЛ. Так что по факту действительно флот Российской Федерации и ВКС контролируют этот район. Следующая весьма нетипичная новость, особенно для западных и украинских СМИ. В Польше прошел массовый митинг за тружбу между Россией, Польшей и Белоруссией. Наверное, правительственные круги сейчас пьют валерьянку. Но вообще в Польше с 1 июля отменили сразу целую сеть различных льгот для украинских переселенцев, оставив для наиболее нуждающихся категорий. Ну а в Германии после выхода к полупосла Украины Мельника, а также других различных инцидентов, набирает обороты флешмоб, который становится популярным. На машины клеят наклейки «Европа без Украины». Друзья, видео с митинга, а также фотографии с этим флешмобом можно посмотреть на моем телеграм-канале, потому что разбил свободы слова и демократии. И там я могу... Обои, зачистили стены и... У меня есть очень классная рекомендация. Керанова. Дизайнерский керамогранит, комфортный в работе. В линейке Керанова в этом году появились 8 новых коллекций, объединенных идей, вдохновения рядом. Но их преимущество не только в эстетических флешмах керамограните. Все загрязнения с легкостью удаляются. Керамогранита Керанова и выбрать ближайший магазин можно на сайте бренда. Ссылочка. Паш, какой потолок у нас будет? Белый или цветной? Цветной. Мне ничего не понятно. Да ты ничего не понимаешь. А ты меня сразу же отриграешь. Пока лак не высох, можно снять скотч. А вот вам и пожалуйста. Краска отошла в двух местах. Повезло, что это будет скрыто под столешницей. В общем, дожидайтесь, пока краска хорошо просохнет, прежде чем клеить скотч. Друзья, я уверена, когда вы самостоятельно делаете ремонт и обустраиваете интерьер, в последнюю очередь хочется бегать по всем магазинам города и искать подходящую мебель и аксессуары. Именно этих обоев с цаплями. Резали ножом на стусли под 45 градусов. Самое главное, сделали отметки на стусли, как укладывать карниз, чтобы он всегда был установлен под определенным углом. И все прекрасно стыковалось, даже несмотря на то, что у нас нигде нет ровных углов. Такой способ очень быстрый и со 100% гарантией. Рекомендую. В целом, можно было бы обойтись без карнизов, но тогда нужно было бы ровнять углы, чего мы не делали. Поэтому карнизы – наше спасение. Да и вообще мне нравится, когда они выкрашены в цвет стен. В кухне был вот такой линолеум. Мы его называем «Парш домашний». Мы его сняли. Здесь вот остались. Вообще эти частички линолеума вредны. У нас осталось вот такое моющее средство после ремонта в прихожей. Оно тогда помогло нам при снятии линолеума. Прихожий нам не понравился, поэтому такой мы больше брать не будем. Потому и отказались от выбора линолеума с рисунком под деревом. Наконец, уложили как надо. Горюшка, горюшка. Так. Раз, два, три. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы будем подводить итоги года. О, итоги года. Итоги июня. Но этот июнь был невероятно длинным, как вы могли заметить. Июнь оказался таким месяцем, который легко можно было пропустить. Хотя игровая индустрия нам всем... Для того, чтобы у вас жопа так сильно не горела, мы выпустим прекрасную игру. От известнейшей игровой студии. Легендарной, я бы даже сказал, которая та игровая индустрия скурвилась. Вот, что же нам с этой игрой... Они были настолько позади 1С и прочих российских издателей. Настолько в тени, что о них чуть ли не ноги вытирали, когда они приезжали на конференцию разработчиков игр в Москве. Киберпанк момент. Да, все. Собственно, после этого компания CD Projekt четко показала, в какую сторону она катится. У них... А, кстати... А где этот самый... Вечер... Монстр Слэйр? Монстр Слэйр. А где... Да, донатная помойчика, которая в прошлом году стартовала. С фейтуминчиком. Да-да-да-да-да. Да. Это они почему-то в историю свою легендарную не занесли. Ну, подкрывали кучу студий, в Ванкувер, что-то еще. Объявили о том, что теперь у нас Рэп 2.0. После этого Сейбер Интерактив им помогла сделать Киберпанк для PS5 и Xbox Series X. Интересно, симуляцию толпы тоже Сейбер Интерактив делали, хотелось бы узнать. Не удивлюсь. Да. И сейчас товарищи гордо идут к какому-то славному будущему. Поэтому, друзья, закономерный вопрос. Какие у вас самые захватывающие эмоции вызывают, связанные сейчас с CD Projekt Red? Вы все еще любите Ведьмак? Или вы уже... Пора заняться делом. Выхожу на охоту. Командный бой. Пора заняться делом. Всем привет! Сегодня мы в очередной раз будем чинить Acer Nitro AN515. Со слов владельца в ноутбуке взорвался чипсет. Звучит немного странно, но все же такое в свежих ноутах не редкость. Мне и самому было интересно чем закончится ремонт, потому что в середине лета я уже имел дело с таким же Acer, у которого взорвался чипсет. Так там еще бонусом пол платы выгорело. Ладно, хватит болтать и давайте приступим к ремонту. Модель ноутбука, как я и ранее сказал, Acer Aspire AN51554-5292. Вполне себе игровой аппарат с 15-дюймовым IPS-экраном с Full HD разрешением. На процессоре Core i5 девятого поколения. С 8 гигами DDR4 памяти. С неплохой такой 4 гиговой видяжкой GTX 1650. В качестве накопителя SSD на 512 гигов. В 2019 году такой аппарат стоил около 60 тысяч рублей. Хочу сказать, что линейка этих ноутов выпускается до сих пор. И если вы решили такой прикупить, то перед походом в магазин логично будет поглядеть цены и модификации на Е-каталоге. Чтобы не тратить время на просмотр сотни неплохоящих вариантов, поставим нужные фильтры. Мда, аналоги сейчас от 85 тысяч рублей. Я рекомендую добавить в сравнение несколько вариантов, чтобы наглядно увидеть отличающиеся параметры. Е-каталогом можно пользоваться не только в РФ, но и в Казахстане. Для начала производим внешний осмотр. Ничего особенного кроме затертых до дыр игровых клавиш я не обнаруживаю. Далее откручиваем поддон. И вот он наш красавец чипсет с оторванным кристаллом. Глядите, его прям разорвало. Почему он так бабахнул, трудно сказать. Одним что-то прилетает по HDMI или USB. У других просто на ровном месте бабахает без каких-либо внешних воздействий. Надо разбирать дальше и производить обмеры. Ух ты! Родные жидкие термопрокладки на месте. В последнее время я такое реже встречаю. Ко мне повально стали приходить ноуты, где вместо термопрокладок наносят термопасту или терморезинки с Алиэкспресс по 100 рублей за погонный метр. Как результат дохлых ГПУ или память из-за систематического перегрева. Короче, не трогайте жидкие термопрокладки при обслуживании системы охлаждения. Внешне плата в отличном состоянии. Ее никто не паял и даже не извлекал. Что является отличной новостью. Так как у меня уже согласована примерная стоимость ремонта, я сразу демонтирую чипсет, чтобы значения замеров на плате были корректны. Фокус-покус был чипсет и нет чипсета. Вот теперь можно что-нибудь померить на плате. Начну с процессора, так как это самый дорогой узел. Сопротивление в норме, поэтому ЦПУ скорее всего живой. Продолжаем замеры. В общем, сопротивление остальных участков платы находится в допустимых значениях. Теперь можно запитать плату и посмотреть, что будет. Ничего не пыхнуло, уже радует. Появилась силовая дежурка по 5 вольтам. Трехвольтовая должна появиться после нажатия на кнопку включения. В принципе, никаких противопоказаний к установке чипа не вижу. Поэтому меняем чипсет. Ну, собственно, он уже поменен. Сидит красиво, хорошо и ровно. На всякий случай, еще раз проверю сопротивление. Вроде бы все хорошо. Попробуем подключить зарядник и запустить плату. А вот тут меня ждал сюрприз. Плата запускаться не хочет. При нажатии на кнопку включения потребление тока подскакивает до 75 мА. И через пару секунд падает до 15 мА. Максимум, что изменилось после установки чипсета, это стала подниматься силовая дежурка по 3 вольтам на пару секунд. Что говорит о том, что ни одна система питания на плате не запускается. Командный бой! Покажите им, на что мы способны. Ну что? ね... Продолжение следует... Противник поднял ППЛА. Внимание! Противник получает припасы. Противник продолжается. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мояк! Мне тут нужен контр-ППЛА. Сражайтесь! Противник запустил радиоуправляемую машинку. Противник поднял ППЛА. Припасы. Общий выжил. Противник запустил холстон. Противник запустил адреса Противник запустил. Противник запустил. Вашу эффективность. Если не поправить имя регион в биосе, то ноут будет очень долго включаться, некорректно выключаться, постоянно молотить кулером на полную мощность, возможно еще какие-то глюки, поэтому при замене чипсета биос нужно править. Теперь по поводу чипсета. Его я взял в Китае у продавца, у которого я ранее уже заказывал данные чипы и они были рабочие. Вон один трудится в моем MSI. Вместе с этим чипом в партии был еще один чипсет и он тоже оказался трупом. Я к тому, что несмотря на отзывы и даже несмотря на предыдущие покупки, вам запросто в очередной следующий раз могут продать мусор. Но это ладно, я могу позволить себе купить мусор и в данном случае я потерял только время, потому что такой же чип из предыдущей партии оказался рабочий. В итоге из двух чипов один рабочий. Но стоимость этих двух чипов равна цене одного такого же, но в России от проверенного поставщика, у которого из десяти чипов десять рабочие. Так вот я не могу понять тех клиентов, которые после озвучивания стоимости ремонта говорят, а если я свой чип принесу? Чувак, как ты его собрался покупать, не зная всей этой кухни и положения дел на рынке чипов? Покупать по отзывам типа, чипы получил, но еще не ставил, на вид вроде новые. Такое себе занятие, я могу поставить любой ваш чип без гарантии результата, и в случае если вам продали такой вот мусор, вы потеряете деньги и за чип, и за свою работу я естественно тоже с вас деру. Поэтому может лучше доверить покупку чипомастеру на его страх и риск, чем на ваш? Как вы думаете? На этом у меня все, но скоро увидимся снова, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Интересы, и и у меня нет интереса. А так то по факту так и ежи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Наталья division Субтитры сделал DimaTorzok в какой-то момент и вы провалок бежевый цвет вы же выбираете нужный вам оттенок хаотично делая рисунок этим серебром очень красивый получился их на два слоя водоэмульсионной краской выбрала вот такой вот серо-зеленый оттенок темный вы можете брать же опять на стене декоративную стиль трейси ченки думаю санской штукатурки вы на форматах а не на объемах это конечно классно показать работу на объемах но привет друзья сегодня загрязнение окружающих из нескольких капель образуется половина аквариума и кажется что выход найден но несмотря на то что эксперимент прошел успешно по неизвестным причинам поступает приказ о закрытии базы на луне и прекращение работ и получает совсем мало и грязную на улицах городов начинаются беспорядки так как те кого признали не самыми полезными сомневается в правдивости этой версии микробиолог сонг сначала отказал появляется база и они заправляют на ней свои баки доктор сонг вспоминает как она взламывала компьютер своей сестры надеюсь найти ответ на вопрос о ее гибели в очередной раз и уже достаточно резко пресекает любые попытки врача отклониться от поставленной цели он кто слесарь а откуда он взялся с электрички поздравляю ты уже начала транспорте знакомиться не ожидала от тебя честно говоря сама от тебя не ожидала заходи 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 мой знакомый георгий иваныч и что Продолжение следует... 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 степени на ПК-геймеров и владельцев PlayStation 5. Показали игровые игры, что за 500 долларов заявлено 4К и частота 144 Гц, а второй за 530, а не хватило новшеств и сюжетной кампании, но в третьей получит поддержку онлайнового мультиплеера на 8 человек. Если в уже доступном локальном карте Томоми Сакубы подключат игроков к психотерапевтической машине под названием «Перепашек» и стратегию «The Guild 3» плюс премью мрачной «Blood West». До встречи в следующем выпуске. Продолжение следует... Продолжение следует...